Артефакт оказался фальшивкой. Меня надурили. Так что мои поиски продолжаются. И ведут они меня в окрестности Юпитера, а именно Наянов. Поговорив с местными сталкерами, я попытаюсь выяснить, где находится лесник. Дед, который, как мне сказали, обладает тем, что мне нужно. В закрепленном комментарии ссылка на плейлист с этим прохождением. Зацени, если не видел. А если хочешь увидеть продолжение, то не забудь поставить лайк под этот видос. В комментарии предлагаю вам придумать, как у разных группировок назывался бы бар. Например, у бандитов бар Маслина. Приятного просмотра. Мы с вами на Янове. И тут нам надо поговорить со сталкерами. По-моему, расспросить о том, где видели последний раз лесника. Здравствуй, торговец. У меня к тебе пару вопросов. Здравствуй. Что хотел? Слушаю тебя. Ты не знаешь, где можно найти сталкера по кличке Лесник? Конечно, знаю. Это же легендарный сталкер. Кстати, я недавно заходил к нам на Янов. Взял пару пачек патронов у меня. Мы с ним поговорили. Он рассказал, зачем сюда прибыл и куда отправился. А затем ушел. Ты, получается, знаешь, куда он отправился? Ну да. Может, расскажешь? За бесплатно? Нет. Понятно. Вот же еврейская морда. Что ты хочешь от меня взамен? Я хочу миллион рублей. Ну, а если серьезно, мне нужен артефакт душа. Ее можно найти в аномалии бетонная ванна, недалеко от завода Юпитер. Принеси мне его, и тогда я расскажу, куда отправился Лесник. А я тебе еще и заплачу щедро. Ребят, давайте попробуем взять альтернативный квест, потому что у меня плохой детектор и вряд ли я смогу найти артефакт душа. Может, есть другая работа? Мне просто не очень хочется в аномалию лезть. Ну, как хочешь. Есть, конечно, и другая, но я не обещаю, что она будет простой. Продолжай. Короче, ты должен встретиться с одним сталкером по кличке Искатель. Он взял у меня задание на поиск неких документов. Вроде он их нашел, точно не знаю. Тебе нужно с ним встретиться, и он ведет тебя в курс дела. Ну что, согласен? Согласен. Мне кажется, этот квест даже интереснее, чем просто пойти и взять артефакт. Ну, а взамен мы, конечно, должны прикупить себе патрошек. Ибо у нас с этим делом совсем все плохо. Прикупить патронов, починиться, ну и в принципе мы готовы. Где у нас наш сталкер-искатель? Он тут на полустанке, отлично. Здравствуй, сталкер. Меня зовут Хантер. Торговец по кличке Гавайц послал меня к тебе, чтобы узнать про документы, которые он заказывал. Здравствуй, Хантер. Меня зовут Искатель. Да, я нашел документы, но возникли какие-то обстоятельства, при которых я не смог их достать. Почему Искатель? Очень странное имя. Да это меня местные так назвали. А настоящее мое имя Юрий. Просто я, бывало, находил какие-то редкие вещи, которые большинство сталкеров в зоне не могут найти по сегодняшний день. Вот поэтому и Искатель. Ясно. А что за обстоятельства, при которых ты не смог добыть документы? Короче, слушай. Эти документы я нашел на цементном заводе. На втором этаже они лежали. Ну, взял я, значит, их и начал спускаться на первый этаж. А там, из-за угла, выходит наемник в экзоскелете и говорит. Ну что, Искатель? Спасибо, что ты нам документы добыл. А теперь отдавай их мне. А я ему в ответ. Может, как-нибудь договоримся? А он мне отвечает. У тебя, Искатель, сейчас только два варианта. Ты отдаешь нам эти документы, и мы тебя отпускаем. Или ты попытаешься сопротивляться, и мы тебя убиваем. И все равно получаем документы. Ну, я бы их и сам попробовал убить, если их было бы человека три. Но когда их целая толпа, выбирать не приходится. Что будешь делать? Мне нужна твоя помощь. Я вижу, ты в хорошей экипировке. Да и оружие у тебя нормальное. Я думаю, что ты сможешь им дать отпор и забрать документы. К тому же, я тебе еще и заплачу. Не бесплатно же тебе туда идти? Ладно, согласен. Скинь мне координаты их местоположения. Я попробую добыть эти документы. Понятно. Какой-то там огромный отряд наемников будет на цементном заводе. Причем там, к тому же, есть зомбированные, которых я не зачищал. И чувствую, сейчас будет обоюдная перестрелка. Зомбированные против наемников, и я против и тех, и других. Ну, хорошо, пойдем. Я на месте. Тут какой-то нейтральный сталкер есть. Не понял. Желтая такая точка. Давай поднимемся и посмотрим, что у нас там. Да, действительно. Это долговец. Возможно, это просто НПС. Залетный, так скажем. Подскажи мне насчет этого дела. Ну, да, это просто залетный НПС. Понятно. Нам все-таки надо в это здание. Ну, что ж, пойдем. Наверняка там какая-то засада. Хотя, с другой стороны... Ага, все. Уже вижу красную точку. Вопросов нет. Ммм, какая красота. Ясно, со всех сторон меня теперь окружают. Причем наемников тут очень довольно-таки много. Я бы даже сказал, прям очень много. Ну, у меня такое ощущение складывается. И тут, и там. Я думал, сейчас я сверху залезу на здание. А нам по-любому надо на него залазить. Ну, обалдеть. Смотри, что сделали. Просто убили. Ага, вот они, наемники. Все тут сидят кучкой. Ух ты, со всех сторон теперь будет ко мне идти, да? Угу, готовенькие. Так, сверху кто-нибудь прыгнет? Вряд ли, сомневаюсь. Четверых, прикинь, положили. Наемники явно такого не ожидали. У них еще и оружие такое серьезное. Посмотри, у одного винторез, у второго Галил. У Галилы уроды хорошие. Угу. Ну, по-моему, мы перебили всех. Разве что еще кто-то остался там наверху. Конечно, я сглупил. Можно было и гранату кинуть. Ну, ладно. Вроде у нас тут лежит тайничок из оригинала, да? Угу. Причем это инструменты какие-то, представляешь? Для азота, видимо. Угу. А шлюмачок-то будет получше нашего? Ну, по броне однозначно. Ух ты, как броня вырастает, если его одеть. По остальным показателям он, конечно, проигрывает. Но если его прокачать, то, возможно, что-то из этого и получится. А пульстоекция нам все-таки важна. Ладно, спускаемся. Значит, где-то что-то как-то тут нам надо найти. Если тут еще люди мне неизвестно, маловероятно. Ну, а там уже кто его знает? О, документики. Понятно. То тут у нас просто куча наймов. Все, поговорить с Искателем. С этим разобрались. И опять я не использовал гранату. Ну, что ты будешь делать? Почему? Вот сейчас идеальное было время. Искатель. Наемники мертвы. Документы у меня. Ну, красава. Я знал, что у тебя получится. Вот, держи свою награду. Я решил тебе дать еще редкий артефакт за твою помощь. Держи. Протухшая слизь. Ммм, ну, хорошо. Спасибо. Классный арт. Спасибо, Искатель. Я был рад с тобой пообщаться. Мне нужно бежать. Давай. Давай. Понятно. А что он со мной не пошел зачищать? Если так логически порассуждать, то он имел, в принципе, возможности. Он немного хуже моего экипирован. Хорошо. Какой-то там артефакт протухшая слизь, который дает максимальный вес плюс 2. Опять-таки, чему так мало? Восстановление здоровья плюс 40 это очень хорошо. Ну и выносливость поднимает неплохо. Ох, как выносливость поднимает. Восстановление 40, что вы понимали, это как от обычной аптечки. А, нет. Ммм, ошибся. От обычной аптечки все-таки 100. Но это очень неплохо, извините меня. Ну, 40% от обычной аптечки все равно. Но хпшка будет довольно-таки бодро регениться. Пойдем набор инструментов сдадим. Я нашел инструменты, держи. Спасибо. Вот тебе вознаграждение. Давай. Опять, странно, да? Вот за убийство целой группы наемников профессиональных нам дали 8 тысяч рублей. А за то, что я нашел странные инструменты, мне дали 11 тысяч рублей. Извините, пожалуйста, у меня такой вопрос. А где тут логика? Ладно, логики тут, скорее всего, нет. Давайте прокачаем свой шлемак. Ну, кстати, у этого арта есть минус. Я, походу, начинаю сильно хотеть кушать. Хотя тут и написано, когда наводишь, что, мол, минус 0 насыщение. Но, походу, оно вообще жестко. Вот, держи документы. Мы с искателем их нашли. Рассказывай, где мне искать лесника. Спасибо. Вот тебе гонорар за артефакт в размере 10 тысяч рублей. За какой артефакт? Я же документы тебе принес. Ладно. Тебя, думаю, устроит. А лесника ты можешь найти по этим координатам. Это я тебе гарантирую. Спасибо. Удачь. Да, да, он очень быстро начинает хотеть жрать от этого артефакта. То есть, по сути, этот арт надо ставить, когда у меня есть проблемы со здоровьем. Ну, понятно. Да, он очень быстро начинает хотеть есть. То есть, все-таки, этот арт надо ставить исключительно в тех случаях, когда у меня траблы со хпшкой. И то, это для того, чтобы экономить на артефактах. Честно, мне это не надо. Может быть, монолит, давайте, в общем-то, уникальный арт с собой таскать. Но мне действительно не нужен этот арт, потому что у меня абсолютно никаких проблем со здоровьем. То есть, в принципе, если бы он был как пассивная аптечка, знаешь, вместо того, чтобы лишний раз там F1 не тыкать, просто висит артефакт и висит. Но когда он, ну, с такой скоростью заставляет тебя голодать, ну, его куда-нибудь подальше. Подхожу на место, вижу уже кого-то. И он мне, конечно, тоже просто так ничего не скажет, я уже, в принципе, к этому готов. Здравствуй, лесник. Я хотел с тобой поговорить. Здравствуй, что хотел? Ты не знаешь, где можно найти артефакт холодная кровь? Знаю, но сначала помоги мне, ну, кто бы сомневался. Что надо делать? Бандиты охренели. Иду я, значит, ночью, недалеко от вертолетной площадки, и тут выходит банда бандитов и говорят мне, дед, плати за проход, или мы тебя на тот свет отправим. Ну, я спросил, сколько, а он мне отвечает, 10 тысяч, пришлось заплатить. Так вот, я хочу, чтобы эти отморозки сами отправились на тот свет. Нет, убей их и приходи ко мне. Тогда, может, и расскажу тебе, что знаю. Хорошо, я убью их. Господи, я за маньяк какого-то играю. Селекциями занимаешься? Да, убирай артефакт, который тебя интересует. Ух ты, блин, слушай, а глаз дракона-то можно было забрать. Слушай, я не могу эскей сделать. Допустим, Василиск. Хороший выбор. Теперь выбери уровень для преобразования, который ты хочешь. Если захочу третий уровень. Хорошо, теперь давай свой артефакт Василиске. 140 тысяч рублей за преобразование. Не, в другой раз, дед. 140 тысяч. У меня, в принципе, имеется. У меня и так очень хорошая защита от аномалий. Разве что килограммы увеличить. Я бы со слизью что-то сделал. Да хотя, мне кажется, слизина шляпа полная. Ладно, давай Василиск прокачаем. Чисто, чтобы проверить, что случится. Или, с другой стороны, артефакт монолит. Не, артефакт монолит это шляпа. Давай попробуем монолит. Чисто, чтобы утолить свой интерес. Держи. Монолит третьего уровня. И что мы получаем в итоге? Ну, я полагаю, что третьего уровня это самый лучший. 8 радиаций, но при этом 108. У-у-у-у, да. 180 птиц излучения, заживление ран, восстановление здоровья. Но, ребята, радиация жесткая. Поэтому мы все-таки перезагрузимся и Василиск вкачаем. Итак, селекция. Василиск третьего уровня. 140 рублей. Держи. Это я, получается, все свои деньги отдаю. И третьего уровня Василиск у нас имеет... Ё-моё, вот такие характеристики. Представляешь? 200 радиозащиты. То есть у меня и так радиозащита отличная. Теперь я могу куда угодно лезть. Угу. Ага. Что-то там восстановление здоровья 33-4 килограмма. Угу. Мы переносим вес плюс 4, это жестко. 10 восстановления силы, радиация минус 1, еще плюс ко всему. Просто классно. Еще бы мне найти арты, которые выводят радиацию, понимаешь? А можно у тебя как-то пузырь прикачать? Василиск, монолист, нежинка, пустышка, батарейка. Не вижу. Просто понимаете, у меня нет артов, которые хорошо бы выводили радиацию. Что это? Василиск, минус 1, радиация. Ну это шляпы. Все остальные мне радиацию дают, хоть они и сами по себе неплохие. Ладно, мы потратили все деньги на Василиск, но он действительно очень классные характеристики приобрел. Ну теперь идем разбираться с бандитами. А Майрон-то опять тут сидит. И причем, видели, у него руки за головой были? То есть ему понравилось в плену. А еще и прикол весь в том, что мы в пещере той Майрон находили. Ай, ну понятно, забейте, короче. Ого, ого. По мне уже сдалека начали стрелять, но там долговцы. Они стреляют с собаками, а вот бандиты, да, начинают по мне шмалять. Хрен его знает откуда. Давай сделаем так, чтобы они по мне попали. Воу, видели, как здоровье регенится? А ведь у меня нет никаких активных эффектов, кроме артефакта. Ну-ка еще раз. Так, смотри. Смотри, ого, это очень даже неплохо, блин. Ладно, окей, будем иметь в виду. Если играть относительно аккуратно, можно забыть вообще про аптечки. О, опять выполнен квест из-за того, что он висел на одном человеке. Ай-яй-яй, ребята, из кустов-то стрелять нехорошо. Тем более сквозь кусты. Угу, бандос со своей ушкой. Богатый. Лесник, я убил бандитов, которые на тебя напали. Молодец. А то совсем оборзели сволочи. Вот тебе награда за их уничтожение. Спасибо за награду. Но мне больше интересует узнать об артефакте. Подожди, малец. Давай, может, выпьем? А, ну давай. Лесник открывает бутылку водки, наливает железную кружку и выпивает. А затем говорит, ты следующий. Хантер берет железную кружку, наливает водку и затем выпивает. Может, еще? Ну давай, гулять-то гулять. Тем более на улице дубарь ужасный. Наливает водку и выпивает. Хантер берет снова кружку, наливает водку и выпивает. Затем говорит, расскажая себе. О, понятно, началась какая-то ванильная шляпа. Я всю жизнь жил возле леса и работал в нем смотрителем, охраняя от браконьеров. Привязавшись к родным местам, я отказался от эвакуации после аварии на ЧАЭС в 86-м году. А в момент образования аномальной зоны я чудом не погиб, как другие жители. После своего чудесного спасения я получил способность чувствовать аномалии в лыжем лесу и ориентироваться там без карты. Многие сталкеры завидуют этому дару. Однако я опасаюсь, что зона еще заставит заплатить меня за способности. Понятно теперь, почему тебя лесником называют. Ну да. Может, все-таки расскажешь, где мне найти артефакт холодной крови? Хорошо, слушай. В общем, есть на затоне человек по кличке Ной. Живет он в заброшенной барже. С ним еще собака живет в той барже. Так вот, я слыхал, что у него есть этот самый арт. Сходи к нему. Может, он тебе его даст. Только будь осторожен, когда дверь будешь открывать. Он стреляет в нее постоянно. Думает, что мутанты открывают. В общем, он странный мужик. Будь на чеку. Удачи в поисках. Спасибо, лесник. Удачи тебе. Понятно. Я так полагаю, что лесник останется тут. И в любое время мы можем к нему прийти. Попытаться сделать селекцию. Например. Если я захочу. Хорошо, сейчас мне нужно переходить и идти к Ною. Который, конечно же, мне просто так тоже ничего не сделает. Ладно, пойдем. И оказывается, нож ваншотит все и вся. Смотри, вот, например, тут целый медведь. Которого я еще ни разу не стрелял. Смотри. Чпоньк в булочку. Нет, подожди, в булочку не было ваншота. Но он либо имеет очень большой дамаг, который чуть ли не ваншотит. Либо реально ваншотит. Вы сейчас сами видели, как я справился быстро с медведем. Ладно, неплохо. Мы, кстати, так и ни разу не работали на вот этих вот наемников. Может, у них какая-то работа имеется, да? Угу. Тут действительно есть какие-то необычные, что ли, NPC. Это, например, у нас вожак. Есть работа? Здравствуй, есть одна работенка. Что нужно делать? Дело в том, что пару дней назад мы с моими товарищами проводили небольшую зачистку затона. Ну, я, как всегда, брал свой талисман. Это охотничье ружье моего деда. Он подарил мне его, когда мне исполнилось 18 лет. Я с ним прошел очень много разных троп. И столько раз он выручал меня, когда это было нужно. Я всегда смазывал его до блеска. В общем, ухаживал за ним. А в тот день все пошло не по плану. И нам пришлось бежать. Тогда я, видно, и выронил свое ружье. Нужно, чтобы ты забрал его. Мы были недалеко от аномалии коготь. Забери его. Я тебе щедро вознагражу. Хорошо. Понятно. Тут просто как бы найти ружье. Самый стандартный и обычный квест. У кого еще что будет? Ух, ты какой торговец. Видимо, артефактами. Он тоже занимается селекцией артефактов, представляешь? Причем можно селектировать медузу. Из нее что-то интересное может получиться. Здравствуй, ты кто? Я профессор Круглов. Занимаюсь исследованием аномальных образований. Но так называемые сталкерами территории Затона. Я слышал, что вы занимаетесь преобразованием артефактов. Как вы это делаете? Сначала я собираю артефакты в аномалиях. Затем артефакт, который я добыл. Но мне, в принципе, это не очень интересно. Где стоит искать артефакта, где нет? Богу уверенно сказать, что артефакты присутствуют во всех аномалиях Затона. Недавно я проводил исследование по этому поводу. И выяснил очень интересный факт. Что после выброса появляются новые артефакты. Вот, например, аномалия поваленное дерево. Взять, например, аномалию поваленное дерево. Так вот. До выброса там был артефакт душа. А после него появилось еще два гравия и золотая рыбка. Понятно. А что мне нужно делать? Как я рассказывал раньше, что провожу исследование аномалии на Затоне. В аномалии электрический столб собирает данный сканер, который мне сейчас нужен. Если вы его принесете мне, то я заплачу вам 5000 рублей. Хорошо. А Василиска третьего уровня, он за 140 тысяч купит. Понятно. Далее, кто тут еще у нас есть? Ой, женщины, серьезно? Да, я помню этих женщин из время Альянса 3, связь времен. Она что, разговаривает мужским голосом? Ну и, конечно, она супер тонкая. Я не знаю, ее легко сломать. Здравствуй, незнакомка, что привело тебя в зону? Здравствуй, сталкер. Что, в первый раз девушку видишь или что? Ну да. А что ты тут делаешь? Почему тебе дома не сидится? Я здесь не просто так. Дело в том, что полгода назад из-за кризиса в Украине мой муж был вынужден отправиться в зону для заработка. Но так и не вернулся. Я ждала месяц, два. И когда прошло уже полгода, я решил отправиться на его поиски. Понятно. Ну что, нашла? Пока нет. Ты бы мог мне помочь? Ну давай. Ты настоящий мужик, Хантер. Господи, началось. Я тебе очень признательна. Если ты его найдешь, еще и денег заплачу. За долгие поиски уже достаточно насобирала на хорошую жизнь вне периметра зоны. Хватит на долгую и спокойную жизнь. Чтобы ты знал, кого искать, моего мужа зовут Кирилл и кличка у него такая же. Недавно я встретил одного из сталкеров по кличке Серый. Он мне рассказал, что он с ним работал на затоне, но затем Кирилл отправился в неизвестном направлении. Это все, что мне известно. Сказал он. А ты у местных спрашивал, может кто и видел? Да ну их нахрен. Одни извращенцы. У кого не спрошу, сразу подкатывают. Может ты спросишь у Бороды? Хорошо. А что, Борода тоже извращенец, которым подкатывает? Так, ты у нас кто? Это никто. И тут у нас должен быть еще один торговец. Да что же вы все как-то в стену смотрите? Что у тебя есть в продаже? В общем-то у него что-то можно заказать, да? Какую-то уникальную экипировку. У, смотри, что есть. ФНочка. Немного, немало. Оружие получше того, что есть у меня, а стоит всего лишь 16 тысяч рублей. Экзоскелет, смотри-ка. Экзоскелет вроде можно на бег прокачать. Работы нет? Есть. Что нужно делать? Найти артефакт Медузы. Хорошо. Ну, конечно, мне нужно искать по аномалиям, но, ребят, у меня говно детектор, и я не хочу вообще с ним в аномалии лазить. А я еще ни разу не замечал, чтобы они мне предлагали к продаже детектор Велес, например, хотя бы. Да, я уж не говорю про сварок. Ну, и техник. Чем занимаешься? Понятно, найди инструменты, я хорошо попробую. Один сталкер рассказывал, что подобные вещи можно найти на некоторых территориях Затона, на лесничестве, на перерабатывающем заводе, на ВНЗ Круг. Попробуй их найти там. Ну, а если найдешь, то не си мне, я тебе денег подкину. Ясно. Ладно, с этим разобрались. У нас есть с вами один основной квест и несколько дополнительных. Также, может быть, стоило бы залететь на ВНЗ, чтобы забрать оттуда глаз дракона. Что думаете по этому поводу? Электрический столб, действительно, это аномалия. Так тут еще и артефакты могут быть, прикинь. Не понял. Ага, смотри, артефакт укатился. Ага, еще один. Нифига себе. Два арта. Хорошо, что они скатились. А другой где? Ничего себе. Представляешь? Да что ты будешь делать с резку картов? И все они, короче, скатились далековато от аномалии. Итого, суммарно, мы набрали три таких бенгальских огня и две вспышки. Но это, конечно, не самые дорогие арты. Это однозначно, но тем не менее. В самой аномалии будет что-нибудь? А, я могу просто пройти. Ясно. Плюс сканер. И можно... А, все-таки бахнули. Угу. Можно уходить. Зря аптечку использовал. Так, тут у нас что? Мост. Мост. Я думаю, может, еще по аномалии тогда сходить. Раз уж даже мы таким говеным детектором можем находить арты, то почему бы как бы еще не попробовать? Лучше всего нам будет либо сейчас к бороде, либо к... Ну, я просто пока хочу второстепенный квест выполнять, прежде чем основной квест выполнять. Ну, и близко всему, нам говорили, что на станции переработки будут инструменты. Вот этот вот техник нам говорил. Может, нам все-таки более детально исследовать станцию переработки. Правда, там, скорее всего, уже наемники, а мне не хочется с ними воевать. Что-то я пробежался и ничего, в принципе, тут не обнаружил. Ладно. Ть, интересно, конечно. Обычный торговец покупает бенгальский огонь, тот же самый, за 2000 рублей. Тогда как ученый, казалось бы, тот, кому эти артефакты нужны больше всего, за 1300. То есть, логично, что мне нужно не ученому их продавать, а обычному торгашу. Интересно, интересно. Только странно, но почему-то он еще и оружие не покупает. Ммм? Понятно, а не только новое, видишь ли, оружие покупает. Ну ладно, понял. Ладно, я, пожалуй, еще проверю, за сколько бороде можно эти артефакты продать. А давай пока квест сдадим. Профессор, вот нашел сканер, держите его. У меня к вам есть вопрос. Сканер стоял в центре аномалии. Как вам удалось его поставить? Вы что, его бросили туда? Улыбается. Спасибо, что забрали его. А на ваш вопрос у меня есть ответ. Скафандр, в который я одет, не поддается каким-либо аномалиям. То есть, они меня не поражают, кроме, естественно, грави. Там никакой костюм не поможет. А вот аномалия жаркая, электро и химическая. Костюм оправдывает себя в полной мере. А где можно такой скафандр взять? Этот костюм я покупал у одной западной компании. За очень немалые деньги. Позже я хочу закупить партию и провести их в зону для продажи. Но, увы, пока у меня не хватает денег. А сколько же стоит такой костюм? В пределах от 400 до 600 тысяч рублей. Но, как я говорил раньше, он полностью оправдывает свою стоимость. Ну, спасибо, профессор. Удачи в исследованиях. Спасибо за помощь. Ага. Ой, Хантер, подождите. Я хотел у вас спросить еще кое-что. Еще хотите поработать на меня? Слушаю. Потому что сам не знаю. Факт под названием Василиск. Я многих сталкеров нанимал на его поиски. Но никто не смог найти его. Я даже не могу сказать, где его искать. Но все же, если вы его найдете, принесите мне. Я заплачу 120 тысяч. Он стоит этих денег. Ну что, я попробую найти. Тем более, я знаю, с кем можно поговорить о редких артефактах. С кем? Жду вас. Если честно, я не знаю, с кем. Я что-то забыл, с кем можно поговорить о редких артах. Я так понимаю, что мой Василиск не подходит, потому что это уже селекция третьего уровня. Ладно. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!